Графически все очень плохо представлено, но если навести мышку на график, то видим, что те же самые результаты воспроизведены. Действительно, у женщин более высокий ранг, у мужчин более низкий ранг, все это на мужчины, учитывая обратную кодировку шкалы, более расположены к такого рода гедонизму. Так, раскололис дает одинаковые результаты. Ман-Уитни, опять же, дает одинаковые результаты, если смотреть именно на средний ранг. И медианный тест, он нам дает отвержение гипотезы, при этом медианы здесь 10, а 10, как мы помним, соответствует значению 3 на исходной шкале. В этом смысле, опять же, есть совпадение. Таким образом, непараметрические тесты для независимых выборок показали лучший результат, чем параметрические тесты для независимых выборок. Если бы у нас был не пол, а некая категориальная переменная с большим числом категорий, то мы не могли бы использовать тест Ман-Уитни, он был бы исключен. А оставшиеся два, а именно медиальный тест и дисперсионный анализ Краскового Олеса, могли бы быть применены. Поэтому отдельных рассматривать не будем, поскольку суть остается той же самой. Теперь, допустим, мы хотим сравнить выраженность у респондентов ценности на достижение и, опять же, ценности эллинистической. Развлечения, удовольствия. Сначала используем P-Test, разумеется, в данном случае для связанных выборок. Поскольку это одни и те же респонденты, и у них замерены две характеристики. Сначала используем исходные переменные. Запускаем. Видим, что выраженность практически одинаковая в абсолютных значениях. Однако, все-таки, в силу большой выборки, эта разница, она значима. Следует предположить, что наверняка, если мы возьмем сейчас признак дубликат, то там, в силу его вытянутости в положительную область шкафы, будет, опять же, смещение в более высокие категории среднего значения. Проверим. Заменил переменную. Да, действительно, здесь уже у нас не третья категория, если обратно перекодировать, а выше четвертой категории, средняя. Как я и предсказывал. Ну, разумеется.